МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами видеокаталог отеля Анжелоникс и я, Анна Ищенко. Сегодня мы с вами находимся в московском четырехзвездочном отеле «Рэдисон Блю Белорусская». Это элегантное высотное здание, расположенное всего лишь в нескольких минутах езды от самого центра Москвы с ее главными историческими достопримечательностями. И также непосредственно близко до станции метро «Белорусская», от которой до аэропорта Шереметьево ездит аэроэкспресс. Хочу заметить, что к вашим услугам каждые полчаса между отелем и станцией метро курсирует шаттл. Ну а теперь давайте поближе познакомимся с самим отелем. В данный момент мы с вами находимся в зоне ресепшн, где за этими стойками регистрации приветливый персонал с удовольствием поможет вам расселиться в ваши номера и организовать ваш столичный досуг. Ну и, конечно же, 24 часа в сутки вы можете обращаться сюда абсолютно по любому поводу. Ирландский бар в Лобби-отеле является идеальным местом для встречи с друзьями и коллегами. Его меню порадует вас огромным выбором экзотических коктейлей, различных сортов пива и аппетитных десертов. И что еще немаловажно, вай-фай в отеле предоставляется не только в общественных местах, а абсолютно на всей его территории. И совершенно бесплатно. Попав в Лобби-зон, мы видим, насколько здесь светло и просторно. Также хочу заметить, что в отличие от большинства московских отелей, Redison Blue Белорусская работает относительно недавно, буквально с 2011 года. И как молодой отель, он совмещает в себе современный дизайн и последние новейшие технологии. Каждое утро в ресторан отеля накрывает завтрак шведский стол. Однако завтрак в стоимость проживания не входит, за него придется доплатить отдельно. Итак, посмотрим, чем нас здесь будет почивать. Для начала это нарезки либутербродов, салями, ветчина, рыба, сыры, причем несколько видов разнообразия, это очень хорошо. Конечно же, овощи и фрукты, все порезано ломтиками, долечками, как нужно. Хлопи, ну и, конечно же, горячие блюда. Это омлет, ветчина, оладьи, сосиски, куриные крылышки. Выпечки здесь тоже большое разнообразие. Это кексы, круассаны, пирожные, ну и, конечно же, хлебобулочные изделия. И самое главное, что все это не покупное, а готовится прямо на кухне самого отеля. Вы только посмотрите, как красиво и аппетитно все это выглядит. А для гостей, которые хотят держать себя в форме, а то и вовсе находятся на жесткой диете, здесь представлены низкокалорийные, обезжиренные и, конечно же, полезные продукты. Сухофрукты, хлопья, йогурт и пудинг. А из напитков, представленных на завтрак, здесь есть кофе, несколько сортов чая, черный, зеленый на любой вкус. Соки, вот даже томатный, ну и, конечно же, кефир, питьевые йогурты, молочно-фруктовые коктейли. Одним словом, приятного вам аппетита! Общий номерный фонд отеля насчитывает 264 современных номера, представленных в различных категориях и выполненных в двух стилях. Кроме того, отель предоставляет 4 номера для людей с ограниченными возможностями. А вот, кстати, и наша дверь. Номер категории «Стандарт» выполнен в стиле «Нэтчерл Ку», воплощающий в себе такую северную прохладу с мягкими серыми тонами, металлическими вставками, светлым деревом и текстилем. На мой взгляд, номер выглядит очень изысканным и уточенным. Помимо двух мягких, удобных, односпальных кроватей, здесь есть письменный стол с очень хорошим освещением, кожаное кресло с пуфиком и небольшая кушетка. Для вашего удобства и комфортного в номере присутствует плазменная панель, а также система климат-контроля, чтобы вы смогли отрегулировать приемлемую для вас температуру. 20 самое то. Посмотрим, что у нас в этих ящичках. Угу, мини-бар. К сожалению, он закрыт на ключе, мы не узнаем, какие там горячительные прохладительные напитки нас ожидали. Зато мы с вами можем выпить чай, кофе и даже какао, потому что у нас есть все самое необходимое, даже кружки и чайник. И обратите внимание, насколько все продумано и эргономично выполнено. Все на своих местах. А вот здесь у нас шкаф, между прочим, очень большой и со встроенным светом. Здесь нас ожидает фен, так что из дома вам не придется брать свой собственный. И, конечно же, сейф для самых ценных вещей. У самой входной двери есть гладильная доска и утюг. Обратите внимание, что обычно в стандартных номерах такого не бывает. Ну, здесь сразу видно, что номер предназначен для деловых людей. И напоследок давайте заглянем в ванную комнату. Что мне сразу очень нравится, так это наличие здесь и лежачей ванны, и душевой кабины одновременно. А дальше у нас тут косметические средства. Шампунь, гель для душа, лосьон для тела. Все как нужно. Шампунь, шапочка. Все у нас в рабочем состоянии. А вот увлечительное зеркало. Кстати, тоже с подсветкой. Мне здесь нравится. Но сейчас предлагаю пойти дальше и посмотреть номер категории люкс. Прошу. Да будет свет. Первое, что я вижу, попав внутрь, это огромное зеркало. Не просто зеркало, а практически целая зеркальная стена. А напротив две двери. Одна из них ведет в гостевой туалет, а другая в гардеробную комнату, где вы можете погладить и развесить свои вещи. Номер люкс состоит из двух комнат. Это гостиная и спальня. Первая, как вы и сами видите, достаточно просторная, красивая и удобная. Есть большая плазма, а вот здесь у нас бар. В мини-баре у нас есть горячительные, а также прохладительные напитки. Ну и, конечно же, легкие закусочки. Будет чем побаловать себя на ночь. И вы здесь можете приготовить не только чайный кофе, потому что и есть кофемашина. Предлагаю пройти в спальню. Как и весь номер, она выполнена в стиле Нью-Йорк-меншин и представляет собой усовершенствованный образ городской квартиры. Многим покажется очень мрачным такое количество темных тонов. Но что касается меня, я нахожу эту комнату очень стильной, богатой и получаю здесь огромное эстетическое удовольствие от данного стиля. Из удобств здесь большая двуспальная кровать с ортопедическим матрасом и множеством мягких подушек. Деловые люди по достоинству оценят рабочую зону, представленную писемным столом, мягким креслом и хорошим освещением. В каждой комнате есть плазменная панель. Я заметила, что здесь очень хорошая шумоизоляция. Я совершенно не слышу, что творится в соседних номерах. Изумительно! Такое ощущение, как будто это огромная гардеробная комната. Вот эти вот зеркала справа и слева, они так расширяют пространство, видно себя очень хорошо в полный рост. Потрясающий фадный цвет. Для меня уже готова пара халатиков с тапочками, что очень приятно. Есть фен и, конечно же, сейф для хранения ценных вещей. Я считаю, что в этом номере есть все, что вам может понадобиться для жизни. А вот что касается ванны, то единственное, что ее отличает от стандартной, так это более темные тона в соответствии с общим интерьером номера категории люкс. И здесь, помимо стандартных косметических тюбиков, есть еще морская соль и крем для рук. А вот здесь вот, под раковиной, я вижу весы. Так что я всегда буду знать, сколько еще я смогу съесть. В общем, подвожу итог. Мне очень понравился номер категории люкс. Я бы не то что отдыхать, я бы жить сюда переехала с удовольствием. Для проведения конференций, семинаров и бизнес-стрич, отель предоставляет несколько переговорных комнат и конференц-залов. Вместимостью от 20 до 200 человек. Мы находимся в зале Вивальди, оборудованном по последнему слову техники. Здесь есть все современное аудио- и видеооборудование. А с дополнительной платой вы можете воспользоваться услугами переводчика. И есть еще один небольшой секрет. Если убрать вот эти вот шумоизоляционные перегородки, то из трех средних конференц-залов получится один большой мюзик-холл. И вы сможете проводить там не только крупные конференции, но и торжественные мероприятия. Оказавшись в фойе конференц-залов, мы видим, что здесь присутствует отдельный гардероб. А вдоль больших окон стоят уютные мягкие диванчики, на которых вы сможете отдохнуть в перерывах между своими важными переговорами или научными семинарами. И, конечно, жилослужливый персонал с удовольствием организует для вас кофе-брейк. Если в отеле есть тренажерный зал, то я просто обязана его поспить, потому что считаю, что как бы мы не расслаблялись на отдыхе, я в хорошей форме обязана держать себя всегда. И здесь для этого есть все самое необходимое. Кардиозона представлена беговыми дорожками, эллиптическими и велотренажерами. Также есть зоны силовых тренажеров. Ну что, приступим к занятиям? Что мне еще здесь очень нравится, это хорошая система кондиционирования, вентиляции воздуха. Дышится действительно легко и свободно. Кроме того, все кардио-тренажеры снабжены специальными мониторами управления. Таким образом, вы сможете регулировать степень интенсивности занятий. Вот у меня семерочка. И двигаться уже значительно тяжелее. Фух, немного подустала. Кстати, после физических нагрузок хорошо было бы пойти попарить косточки в жаркой финской сауне. Туда-то я и направлюсь. Сауна очень полезна при частых простудных заболеваниях и для очистки организма от шлаков и токсинов. А также она прекрасно расслабляет и восстанавливает силы. Настало время обеда, и мы с вами плавно перемещаемся в ресторан отеля Феллини, который радует своих гостей аутентичной атмосферой в духе Италии, изысканными блюдами итальянской кухни и, конечно же, богатой картой вин. Посмотрим, чем сегодня меня порадует шеф-повар. Итак, он приготовил свое коронное блюдо. Пицца Феллини. С пармской ветчиной, сыром моцареллы, томатами и рукой. А также ризотто со спаджей, шпинатом и фейхелем. Звучит очень диетично. Ну что ж, попробуем. Вкусно. Ну, думаю, что с мясом или с грибами было бы гораздо вкуснее. Ммм, я любительница итальянской кухни. Пиццу я просто обожаю. Я вас уверяю, что вот этот шедевр кулинарного мастерства обязательно придется вам по вкусу. Итак, наша с вами экскурсия подошла к концу, и я готова подвести итог. На мой взгляд, отель «Рэддис Магуль Белорусская» является идеальным местом для проживания респектабельных и деловых гостей. Здесь вы сможете насладиться комфортной обстановкой, отличной кухней и высоким уровнем сервиса. Мне отель очень понравился, я настоятельно вам советую его посетить. С вами была Анна Ищенко, я не прощаюсь, а говорю до новых встреч.